Баги в Майнкрафте, наверное, уже часть игры, нежели просто пару ошибок в ней. Наверное, играя в Майнкрафт, вы не раз на них натыкались. Будь то простые ошибки в текстурах, или же когда ломается механика игры. В общем, это всё называется одним словом баги. Многие из вас скидывают мне самые интересные из них, и о некоторых я даже не догадывался. Поэтому сегодня мы рассмотрим несколько интересных и необычных багов в Майнкрафте, о которых, возможно, вы даже и не знали. Но и оценивайте это видео лайком, ведь это важно. И присаживайтесь поудобнее, с вами Грит, и мы начинаем, поехали! Как часто вам выпадает возможность побывать в фантомном забагованном мире? И я не говорю о далёких землях, в которых вы проваливаетесь через блоки. А про другой вид обычного мира, где блоки не ставятся и не ломаются, стрелы не летят, а игрок не получает урон. По сути, этот мир тоже носит название фантомного, так как всё тут не настоящее, и то, что вы здесь наделаете, в большинстве случаев не останется после перезахода. В общем, как же я сюда попал? Нам для этого нужно телепортнуться в Эндер Мир, а потом прописать команду, которая заменит блок, в котором находится игрок, на блок адского портала. Делается это вот таким образом. Команду вы, само собой, видите на экранах, и она же будет находиться в описании. И несмотря на то, что портал является исключительно адским, телепортирует он нас в обычный мир, и прямиком на координаты в 32 тысячи в высоту. Это своего рода ошибка в ошибке. Переходим дальше. После успешного приземления или телепортации, мы оказываемся на поверхности, с которой мы не можем никак взаимодействовать. Как я сказал раньше, блоки не ломаются. Точнее, на них появляется некое подобие тени, буквально на полсекунды, а затем вновь исчезает. Мобов тут заспавнить не получится, однако те, которые были в этом мире ранее, дальше себе существуют. Исходя из того, что персонаж не может взаимодействовать с окружающим его миром, можно предположить, что как будто нас и нет в этом мире. Вернуться в обычный режим можно, и не выходя из игры. Можно просто спрыгнуть с большой высоты, и вам нанесется достаточный урон, но это работает иногда. Но после перезахода точно вы появитесь уже в стандартном мире. Следующий баг у нас будет про шалкеров. Наверное, вы уже видели эту картину на превью. Итак, что же это такое? Может это ресурспак, который еще рисует сундук в шалкере? Когда игрок его открывает, или же это просто визуальный баг? На самом же деле здесь находится самый настоящий и живой шалкер, в которого я каким-то образом умудрился запихнуть сундук. И по правде говоря, это делается очень просто. На мобильной и консольной версии игры существует ошибка, благодаря которой шалкера, то есть на половину моба, на половину блока, можно затолкать поршнем в другие предметы, как допустим в сундук. В реале же это применимо в декоративных целях. Шалкер не телепортируется, хоть он и живой. Что интересно, он вас не видит, а следовательно и атаковать не может. Даже если персонаж ходит перед ним на выживание, следовательно и вы, нажимая на него, открываете сундук, в который можно положить вещи. С другой стороны, ударить его тоже можно, но ответить он само собой не сможет. Но зато верхний панцирь у него подлетит выше и будет левитировать. А открыв сундук, вы увидите еще один визуальный баг, а точнее половину головы шалкера. Еще одна забавная штука с ним, попробуйте на него скинуть какой-нибудь падающий предмет, будь то песок или же наковальня. Она, падая на него, обязательно станет фантомной. То есть игрок не сможет ее ударить, а все стрелы и трезубец будут от нее отскакивать. Само собой, в нее можно залезть и спокойно там находиться. На бодрок издании Майнкрафта шалкеры довольно странные. Из-за того, что они размером не в полноценный блок, именно на этой версии, есть небольшое место на блоке, буквально в один пиксель, а точнее даже на полпикселя. Прицелившись туда, вы сможете ставить их бесконечно. А потом, перейдя в выживание, они опять не смогут вас атаковать, потому что они находятся сами в себе, а значит убивать тоже будут друг друга. Шалкеры стреляют в игрока снарядами, пропитанными эффектом левитации. Но сейчас, именно в таком положении, они дают урон только сами себе. В общем, все эти баги в меру странные, а некоторые даже необычные и интересные. Так что можете их использовать в своих декоративных целях. Теперь я предлагаю вам взглянуть на летающего спящего жителя. На джавой издании Майнкрафта, которая также компьютерная версия, есть небольшой баг в механике сна жителей. Собственно, они абсолютно восприимчивы к разным воздействиям извне, в тот момент, пока они спят. Если вы, допустим, запустите в него стрелу или просто ударите его, то он немедленно поднимется с кровати. Однако, с эффектом левитации этого не происходит. Перед вами команда для выдачи эффекта левитации всем сущностям в мире Майнкрафта. Работать она не будет только, наверное, на драконе. Команда также будет находиться в описании, так что можете ее оттуда скопировать и просто развлекаться с нею в обычном мире. Итак, такая штука действует и на жителей, но перед этим не забудьте его сверху закрыть блоками. Иначе, как только он получит этот эффект, сразу же подлетит, а затем резко встанет с кровати. Так что даем такую левитацию на подольше, а затем выходим из мира. Ну и под конец ломаем блоки и наблюдаем, как житель улетает прямо в космос. Летать он, к слову, будет так достаточно долго, а все зависит от того, какое значение вы выставили. Но примерно под утро он поймет, что здесь что-то не так, и перейдет в свой обычный режим. А затем, внимание, телепортнется к своей кровати, а потом опять полетит вверх. Вот такой странный баг. Ну и последним визуальным багом будет поршень, ну точнее его мобильная версия. Не знаю почему, но именно здесь, ломая поршень на выживание, его выдвижная часть начинает темнеть. Приобретает свет, как будто она сделана не из обычных досок, а из каких-нибудь еловых, или же из темного дуба. Избавиться от этой штуки очень легко. Активируйте поршень, и лаганая текстура перестанет появляться. Но тогда возникает и другая проблема. Когда поршень активированный, на нем не отображаются текстуры ломания. Не идут такие трещины по блоку, которые стандартны для всех. То есть, или одна проблема, или совершенно другая. Смотрится довольно странно, и я надеюсь, что разработчики в ближайшее время исправят. Ну и на этом баги себя исчерпали, и видео подошло к концу. Оценивайте этот ролик лайком, и подписывайтесь на канал, ведь тут много интересного про Майнкрафт. Ну и не забывайте, что если у вас есть свои интересные баги и факты, то можете писать их лично мне, и возможно они попадут в следующее видео. Ну а я прощаюсь, с вами был Грит, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok